Слово благодати представляет проповедь. Сегодня у нас тема библейские советы для молодежи. Как вы видите, мы будем размышлять над первой главой книги притч Соломона. Знаете, имя Соломона не нуждается в представлении, не правда ли? Оно используется всегда как синоним особой мудрости. Когда говорят, человек принял Соломоново решение, всегда имеется в виду следующее, что этот человек поступил как Соломон. Принял такое решение, которое отличается хотя бы тремя важными параметрами. Во-первых, простотой. Во-вторых, неподражаемостью. И в-третьих, безошибочностью. Ну, помните эту историю с Соломоном? Там две женщины спорили, чей ребенок. И вы видите, как очень просто разрешил эту проблему Соломон. Ну, он мог бы, допустим, сделать так. Взять кровь на анализ, на разные эти ДНК, и увидеть все-таки чей ребенок. Он мог бы пригласить художников, которые бы посмотрели на ребенка и сказали, вот носик этого ребенка и его уши, они похожи вот на нос и уши вот этой женщины. Так что, скорее всего, он принадлежит им. Ибо, или, допустим, Соломон мог бы взять, приказать воинам, чтобы они пытали этих женщин. Не знаю, знакомы вам это русское слово «пытали». Это не испытание на крещение, но это значит, могли им иголки под ногти загонять. Так, признавайтесь, кто из вас врет? Можно было и так узнать правду. Но это все очень сложные были процедуры. Соломон сказал очень простую вещь. Он сказал, мой, ну принеси меч, разруби пополам этого ребенка, и одну половиночку этой женщине отдай, а другую этой. И вот настоящая мать закричала, не надо рубить, лучше этой женщине отдайте моего ребенка. И все сразу сообразили, где настоящая мать. Посмотрите, Соломоново решение, оно отличалось простотой, никаких материальных затрат, даже два доллара Соломон не потратил на разрешение этой проблемы, неподражаемость. Ну, никто не мог придумать такой тест на выявление истинной матери. И, конечно, безошибочной. Ну, в точку попал. И вот для Соломона было очень характерно, что он о сложных вопросах мог говорить очень просто. Я скажу, это особенная способность. Вот люди, ученые, образованные, иногда оказываются бессильными, простыми словами объяснить то, что они хотят. Вот у меня был друг, который был ученым, и однажды мы пришли с моим другом к одной, к его родственнице. И она решила его научить уму-разуму и говорит, а у него некоторые были такие странности, и она говорит, слушай, ну, почему вот ты все железки тащишь в себе дом, любую железку видит на улице, тащит в себе домой. И он ей отвечает, ну, Нина, я же не генерирую эти идеи. Что? Что? Спросила простая женщина. Он думал, ну, у нас с тобой неадекватные понятия, а ты можешь яснее сказать, просит она его. Он думал, ну, это значит, мы мыслим неконгруентно с тобой. Вот так было сложно этому ученому человеку объяснить свое поведение. Знаете, у меня есть вот такая толщинная книга одного богослова. Когда мне одолевает бессонница, я ее начинаю читать. Через пять минут засыпаю. Настолько он сложно выражает вот все эти вещи, что просто мозг сразу, вот этот компьютер зависает и отключается. Для Соломона было важно сказать просто о сложных вопросах и его заботила, очень заботила судьба его сына. Он желал научить сына в очень сложном мире, в мире соблазнов. Посмотрите то, что сказал Христос, «Нес не меняется. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть ввержену в огонь вечный». Посмотрите, это яркая иллюстрация мира, в котором мы живем. Этот текст говорит, что есть люди, которые будут соблазнять вас на грех, будут предлагать вам ложные пути и гибельные пути. И более того, проблема усугубляется тем, что не только люди будут соблазнять вас, но и ваши члены тела, ваша рука, ваша нога, и, по-моему, даже ваш глаз. «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Посмотрите, в каком мы живем мире. Когда Господь сказал «горе миру», то вот это слово «горе» означает «вознос великой скорби». Это слово Христос употреблял, когда провозглашал горе городам, которые не покаялись от его проповеди. Капернаум, Хоразин и Вифсаида. Это слово Христос употребляет тогда, когда Он обличает фарисеев и книжников в том, что они говорят, но не исполняют Слово Божие, в том, что они лицемеры и что они людям закрывают вход в Царство Божие. Слово «горе» выражает отчаянное положение, ужасное положение. А соблазны – это греческое слово, которое означает ловушка. Много этих ловушек, много этих сетей в этом мире. И поверьте, что нет ни одного среди нас человека, которого бы этот мир не хотел бы привлечь к себе, сделать его бесполезным для Бога. И вот Соломон знал, что его сын будет жить в этом мире. И он был озабочен тем, как научить его сына жить в мире соблазнов. И Соломон дает шесть интересных советов. Итак, он отвечает на вопрос, как справиться с обольщениями. И вот его первый совет. Вооружись страхом Божьим. И мы читаем об этом в седьмом стихе. Посмотрите. «Начало мудрости страх Господень. глупцы только презирают мудрость. Вот что поможет тебе в этом мире полном соблазнов. В этом мире, где даже твое собственное тело может тебя искушать и вовлекать во грех. Страх перед Богом, страх Господень. Что такое страх Господень? Является ли это страх вот, ну, примерно таким? О, сейчас меня Боженька убьет, накажет. Или под словом страх Господень подразумевается нечто более глубокое. Я думаю, и так говорит Писание, что страх Господень это глубочайшее почтение Бога. Или передать, если более современным словом, это глубочайшее уважение Бога. Уважение Бога как святого Бога. Уважение Бога как всемогущего Бога. Уважение Бога как человеколюбивого Бога. Вот помните историю про Даниила? Он оказался пленником. И его царь Вавилонский вместе с другими ребятами изолировал от его народа. Его привили во дворец, и решили кормить их определенной пищей. И вот Даниил принял решение не оскверняться этой пищей. Пища была, ну, не то, что она была плохо приготовленная, дурно пахла, нет. Там был отличный свиной шашлык. Там еще были, знаете, рыбы и животные, которые запрещал есть Божий закон. А Даниил был воспитан в этом Божьем законе. Если вы внимательно читаете первую главу книги Даниила, вы увидите следующее. Царь Вавилонский собирает довольно много иудейских князей, вернее, потомков иудейских князей, молодых людей. Он им предлагает вот эти условия, что они должны питаться определенной образования. И вот подумайте, из этой приличной довольно толпы, может быть, человек пятьдесят парней лет по четырнадцать-шестнадцать, всего четыре человека избрали путь чистоты. Остальные купились, купились на вавилонские блага. остальные просто испугались, что если они будут вкушать, если они откажутся от этой вавилонской пищи, их просто пошлют на урановые рудники. Их сделают рабами или могут вообще убить. И вот у меня вопрос к вам. Почему Данил и его друзья, почему они сказали, мы не будем вкушать эту нечистую пищу? И ответ очень простой. Они боялись Бога. Данил думал, как я могу огорчить Бога, который дал мне силы, дал мне здоровье, дал мне красоту, дал мне разум? Как я могу огорчить Бога, который меня в этом пламени войны сохранил? Как я могу огорчить Бога, который видит меня и от которого я никуда не спрячусь? Как я могу причинить боль Божьему сердцу? Ведь послушайте, Бог сказал, что тот, кто касается нас, верующих, то есть, кто причиняет скорбь нам, верующим, тот касается его глаза. Вы знаете, что глаз это самое чувствительное место в нашем организме. Так вот, Бог чувствителен ко всякому злу, ко всякой неправде. И когда вы ее совершаете, вы его огорчаете. Но если вы уважаете Бога, вы никогда его не огорчите. Поэтому, если хотите устоять в этом мире соблазнов, просите Бога о том, чтобы он умножил в вас вот этот святой чистый страх перед ним. Страх не огорчить его, не подвести его. Неужели мы решимся раздражать Господа, разве мы сильнее его, спрашивает апостол Павел. Ведь всякое непослушание рано или поздно получит воздаяние. Второй совет Соломона, если вы желаете устоять в мире соблазнов, если вы желаете сохранить свою чистоту, то слушайте наставления верующих родителей. Это мы увидим в восьмом стихе. Слушай и девятом слушай сын мое наставление отца твоего. Не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Я вам хочу сказать, что верующие родители являются огромным благословением для вас. Я однажды встретил одного ученого человека, который узнав, что мы с братом выросли верующей семье, сказал, знаете, какие вы счастливые? И рассказывает свою историю. Его душа начала искать Бога, но тогда не было в Советском Союзе ни священного писания, ничего. И вот чтобы узнать какую-то истину о Боге, он стал читать атеистическую литературу. Вы, пожалуйста, не смейтесь. Познать Бога по атеистической литературе – да, но он всю эту атеистическую ерунду не читал. Он выискивал в этой литературе цитаты из Библии. Поскольку атеисты Библию стремились опровергнуть, они кое-что оттуда цитировали. И вот так он собирал эти цитаты из Библии. А потом, когда он более-менее уже всю литературу проштудировал, какие-то цитаты выписал, ему так захотелось найти верующих. В православной церкви он не мог найти людей, которые читали Писание. И он говорит, я несколько лет бродил по городу, чтобы найти, где здесь собираются верующие. Нет ли здесь молитвного дома? Он где-то читал, что есть баптисты, которые в молитвных домах читают Библию и так далее. И вот он их искал. И он сказал мне, а вам прямо от рождения было дано Слово Божие. У вас были верующие родители, они вам объясняли Слово Божие. Вы не можете представить, какие вы счастливые, сколько вы сэкономили лет в вашей жизни. Благодарите Бога за верующих родителей и прошу вас, как и Соломон просил своего сына, чтобы слушали их наставления, наставления о Боге, чтобы не отвергали заветов матери. знаете, я хочу сказать, что любовь родителей бескорыстна. Вот все другие любят вас за что-нибудь. Допустим, за то, что у вас не страшная внешность, за то, что вы очень общительные люди, за то, что вы знаете компьютер, за то, что у кого-то может быть машина такая супер хорошая. Но они, к сожалению, не всегда любят вас. А вот родители любят вас такими, какие вы есть. Вы им дороги всегда. Родители любят вас бескорыстной любовью. Всем от вас что-то нужно, а родителям нужны вы. Поэтому это очень важно то, что я сказал. Будьте послушны, потому что родители бескорыстно любят вас. И обратите внимание, здесь есть такие притяжательные местоимения. Сын мой, мать твоя. То есть нет никого ближе к вам, чем ваши родители. Будьте послушны родителям, потому что послушание украшает ваш характер. Посмотрите, что сказано. Послушание прекрасный венок для головы твоей, украшение для шеи твоей. И вы знаете, что Библия хочет видеть вас защитниками ваших родителей. Когда-то родители вас защищали, они лечили вас, когда вы болели, они кормили вас, когда вы были голодны, они одевали вас, чтобы вы выглядели вполне прилично. Но теперь, когда вы стали юношами и девушками, когда вы стали подростками, теперь на вас возлагается эта ответственность защитить ваших родителей. Конечно, поверьте, вы их не сможете вылечить. Навряд ли вы их оденете, потому что, скажем, мне не всегда нравится молодежная мода. Навряд ли родители обрадуются, если вы им дадите какую-то майку, где надписи там, какие-то рисунки такие отчаянные. Вы спросите, а как же я могу защитить родителей? Послушай, самая большая беда для твоих родителей заключается в том, если ты уйдешь в этот греховный мир? Поверь, большей скорби для твоих родителей верующих не будет. Они тебя воспитывали для того, чтобы ты служил Богу. И когда ты пойдешь в мир, чтобы служить сатане, ты нанесешь их сердцу самый страшный удар. Пойми, твое украшение защитить родителей. И когда ты проявляешь послушание, когда ты слушаешь их наставления, когда ты избегаешь ада, ты этим радуешь не только Бога, но и своих родителей. Будь послушан, потому что послушание проверенный путь к жизненному успеху. Собственно, сам Соломон, он слушал своего отца Давида, и он писал, ибо я был сыну отца моего, нежнолюбимый, единственной у матери моей. И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твои слова мои, храни заповеди мои и живи. Соломон помнил, что ему говорил его отец. И вы знаете, как благословил Господь Соломона. И Соломон знал, что обольщение придут, и он настраивал своего сына, чтобы тот был готов к встрече с обольщением. Это третий совет, как вы видите. Он настраивал на серьезное отношение к жизни. Сын мой, если будут склонять тебя грешники. Соломон знал, что это искушение придет. И собственно, если хотите, все герои веры претерпели нападки обольщения греха. Авель был искушаем стать лукавым, Иосиф был искушаем стать блудником, Моисей был искушаем чуждаться Божьего народа, Даниил был искушаем стать идолопоклонником. И более того, даже Иисус Христос был искушаем. Он был обольщаем поставить запросы тела выше запросов души, когда сатана предлагал ему камни обратить в хлебы. Он был обольщаем ради пользы дела пойти на компромисс с дьяволом, поклониться ему, и в ответ на этот поклон сатана отдаст ему все царства мира. Он был обольщаем показать религиозный фанатизм, когда сатана говорил брось вниз и ангелы подхватят тебя и все увидят, что ты действительно сын Божий. Послушайте, если эти святые, если Христос был обольщаем этим миром, неужели этого избегнешь ты никогда? И конечно возникает вопрос, для чего мир стремится обольщать святых? Разве ему мало миллиардов обольщенных грешников? Ответ такой, мир стремится дискредитировать ценность веры. Во-первых, в твоих глазах, потом в глазах других людей. Мир хочет сказать, вера в Бога, она никому ничего не помогает. Он верующий, а грешит, как неверующий человек. Какой смысл вообще быть верующим? Этим самым он усиливает порабощенность неверующих грехами. Потому что, когда неверующие видят, как верующие грешат, у них пропадает всякий интерес к Евангелию. Ну, а для чего Бог допускает обольщение спасаемых? Я думаю, чтобы сделать нас объектом своей радости. Вы знаете, когда Бог видел, как Иов ведет себя праведно, он им восхищался и говорил, нет такого на земле, как Иов. Бог допускает все эти вещи, чтобы сделать нас зависимыми от Его благодати. Потому что, когда случается грех обольщает нас, мы иногда не чувствуем в себе силы сопротивляться Ему. Один человек говорил, я только христианин по пояс, ниже пояса я язычник. Он чувствовал, что ему трудно сопротивляться греху, чтобы дать нам моральное право судить мир. Вы знаете, когда-то мы будем разбирать дела согрешивших ангелов, дела этого мира. И представьте себе, вы судья, но в этой земной жизни, к примеру, вы допускаете грехи, ну скажем, грех употребления алкоголя. И вот выходит алкоголик, бывший на земле, да, и вы должны ему вынести приговор. Вы имеете моральное право это сделать? Нет? Право судить имеет тот, кто сам чист от преступлений. Вот в чем замысел Божий, когда он допускает до нас эти обольщения. Итак, мы должны противостать обольщению. И текст говорит нам, что мы должны противостать обольщению силой. Если будут говорить эти нечестивые, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподние, и целых, как нисходящих в могилу. Вот в этом предложении нечестивых я слышу обольщение силой. Иначе говорят, нам все позвенно. Никаких нет для нас моральных ограничений. Ты можешь делать все, что ты хочешь. И посмотрите, особенно, подстережем непорочного без вины. То есть попробуем навредить святым людям. Их вроде бы как-то уважают, считается, что Бог стоит за них, а для нас нет ничего святого. Бог является нашей силой. Вы знаете, сегодня очень много людей, очень много молодых людей, обольщены вот этой силой. Покажи, какой ты крутой. У тебя такая тачка скоростная, давай на ней вперед, нарушая все правила. Или давай мы встретим какого-нибудь парня и отнимем у него мобильный телефон. Давай просто подеремся, покажем, какие мы крутые и сильные ребята. Очень много молодежи сегодня откликнулись на это обольщение силой. Ну, конечно, среди верующей публики такого нет, чтобы вы ходили на широкую дорогу, кого-то грабили, да, но есть и другое, есть вот у нас братья, так называемые качки, знаете, что такое, да, брат-качок, то есть, который себе накачал мышцы, и вот он приходит в церковь, в такой майке, допустим, ну, у вас это нет, у вас очень святая церковь, он приходит в такой майке, вот тут лямочки, вот тут так вот, чтобы все видели, какая у него сила, чтобы все сестры прям, ах, Федя, какой ты Геракл, это, это, это обольщение силы, если говорить с точки зрения Писания, дорогие друзья, мы должны показать миру не силу наших человеческих, плотских мышц, но силу духа, вот этого нет у мира, а это может быть у вас, мы должны противостать обольщению силой и стремиться, я не говорю, что не надо заниматься там этими делами, все нормально, но пусть это не будет предметом вашей хвальбы, а, вспомнил одну историю, но времени нет, ладно, дальше, противостойте обольщению неправедного богатства, наберем всякого драгоценного имущества, наполнил домы наши добычей, как мир обольщает сегодня молодежь вот этим, да, ты должен жить богато, давай больше работы, или давай выиграй там в какую-то лотерею, или давай займи в банке побольше денег, прокрутишь их, вы знаете, очень-очень много людей обольщены этим, я вспоминаю одного человека, у него был такой прекрасный хороший голос, он пел у нас в церкви, а вот семья, вот дети, нужно их как-то содержать, и он ко мне подходит и говорит, Виктор Семенович, ну знаете, надо кормить детей, могу я на рынке работать, ну, работать везде же можно, разве это грех, но, говорит, я вот только утром воскресенья не смогу быть на собрании, но вечером я обязательно буду, ну что же, я ему не мог дать денег, чтобы он свою семью обеспечивал, и хорошо, и какое-то время он ходил каждый вечер, потом он стал ходить через вечер, у него деньги появились, он себе домик купил, потом он стал ходить раз в вечер на хлебопреломление, а потом вообще его я не увидел в церкви, и все кончилось тем, что развалилась его семья, прогорел его бизнес, он потерял все, он подвергся этому обольщению богатством, бойтесь этого, самое лучшее богатство, это богатство Господа нашего Иисуса Христа, духовные богатства, будьте довольны немногим, что вам дает Господь, и еще противостоите обольщению дурной компании, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас, вы видите, для многих людей обольщение принадлежности какой-то компании очень-очень сильно, ну, представьте себе, в каждом из нас заложен вот Богом, заложена Богом эта потребность с кем-то общаться, кому-то принадлежать, делиться с кем-то нашими чувствами, мыслями, получать от людей ободрение, поддержку, и вот представьте себе, человек дома не получает такой поддержки, его дома критикует, опять-то не то, опять-то не это сделал, ты вообще у тебя две извилины в голове, и вот встречается ему уличная компания и говорит, слушай, Вася, какой ты парень хороший, ты на гитаре умеешь играть? Ну, да, на одной струне, нет, на всех шести, ты крутой, у нас таких не было, пойдем к нам, и этот Вася забудет все, что у него дома, он пойдет в эту компанию, которая его оценила, эта компания ему обязательно что-то предложит, ты играй нам, давай потом с тобой выпьем, в общем, все будет развиваться по этому сценарию, посмотрите, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, ты будешь нашим самым лучшим другом, мы без себя ничего не сделаем, и склад один будет у нас, то есть место, где вот они будут копить это награбленное богатство, ты будешь с нами, ты будешь нас в доску, это страшное обольщение компании, и мы должны этому противостать, у нас есть одна компания, компания святых, о которой сказал пророк Давид, что к дивным твоим, которые на земле, к ним все желание мое, нужно помнить о тяжелых последствиях уступа к обольщению, смотри, что говорит Соломон, сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут козлу и спешат на пролитие крови, посмотрите, что говорит Соломон, удержи ногу, не ходи, то есть прими сознательное решение противостать всем этим мирским обольщением, иначе говоря, отвергни все предложения сатаны, знаете, это нам здорово поможет, я помню, одна сестра рассказывала, что у нее вот такие вещи случались, она утром просыпается, и вот мысль приходит, сегодня будет все плохо, и точно все было плохо в этот день, на следующее утро пробуждение, ей та же самая мысль является, и она уже в панике, все будет плохо, действительно, это плохое случается, это ее уже настолько измучилось, все плохо, и плохо, и плохо, хорошо, что она догадалась прийти к пастырю церкви, и он ей говорит, слушай, как ты думаешь, от кого эти мысли, идут ли эти мысли от Бога? Бог может тебе говорить, что у тебя все будет плохо? Она говорит, ну, наверное, нет. А кто же тогда может тебе сказать, что все будет плохо? Неужели это сатана мне говорит? Ну, конечно. А что ты должен делать с этими мыслями, которые тебе сатана навязывает? Не принимай, отвергай, гони прочь, как ты гонишь какую-то надоедливую муху, отмахивайся, как ты отмахиваешься от пчелы, которая тебя хочет ужалить. И она говорит, это мне так здорово помогло, просыпаюсь утром, сегодня будет у тебя все плохо, во имя Иисуса Христа отойди, все будет хорошо, слава Богу, и избавилась. Так вот, когда эти нечестивые люди, они будут предлагать вам нечто, когда в вашу голову будут лезть эти предложения мира, смотри, не ходи, удержи, то есть выгони, отвергни, скажи, что это не от Господа Иисуса Христа, и я это отвергаю. Так, прошу прощения, здесь еще вот один текст, но я его, вернее, одна мысль, я ее не отразил, помни о тяжелых последствиях твоего выбора. А вот это вот в этих словах, в глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду их для их крови, подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алче чужого добра, оно отнимает жизнь у завладевшего им. Надо подумать, а каким последствиям приведет мой выбор? Что со мной будет? Соломон указывает на эти последствия, что если ты согласишься на предложение мира, это будет то же самое, чтобы птица забрела в сеть, которую ей очень так аккуратно расставили, что она ее даже и не заметила. Но как только она попадает в этот район сети, то ловец сразу собирает сеть, и птица поймана. Соломон говорит своему сыну помни, что за всякое злое дело, которое ты сделаешь, ты очень много заплатишь, оно отнимает жизнь у завладевших им. Ты будешь платить своей жизнью. Так что помни о тяжелых последствиях уступок обольщению. скажи себе, а что будет после того, как я согрешу? И ответь себе, будут муки совести, будет очень много плохих последствий и наказания Божьи. И шестое здесь, извините, пятое написано, ищи наполнение святым духом. Вы знаете, в народе есть такая поговорка, клин клином вышибается. Вот здесь обширный текст, премудрость возвещает на улице, на площадях, возвышает голос свой, в главных местах собрания проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою, доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Видите, мудрость обращается к людям непорядочным, ужасным. И все-таки она взывает, обратитесь к моему обличению, вот я и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Клин клина вышибается. Дух Святой принесет вам, если вы позволите ему владычествовать в вас, принесет вам силу, духовное богатство, принесет вам настоящее общение, даст вам обильные чувства, и вот этот Святой Божественный Клин, он выбьет греховный Клин из вашего сознания. Это самый эффективный способ противостать обольщением этого мира. И я бы от души хотел, дорогая молодежь, чтобы Советы Мудрого Соломона вы приняли близко-близко к вашему сердцу, чтобы это Писание руководило вами. Давайте помолимся. Благодарим Тебя наш Господь вновь за Твое богатое удивительное слово, которое побуждает нас размышлять о нем и извлекать полезные уроки. Господи, ты знаешь, что каждому из нас юноше или девушке, человеку средних лет или пожилым людям всегда обращается мир со своими предложениями, со своими обольщениями. Господь, никто от этого не свободен, но мы просим Тебя сегодня об одном. Помоги нам воспользоваться советами Твоего слова, чтобы быть победителями над этими обольщениями. Благослови нас, Господь, порадовать Тебя нашей победой, нашей стойкостью. Исполни наши сердца Святым Духом, плод которого есть любовь, радость, мир, милосердие, кротость, вера, воздержание. Господь, пусть эти великие плоды Святого Духа пребывают в нас и не допускают, чтобы что-то нечистое могло полюбиться нами. Господь, дай нам всем вкусить, насколько Ты благ, ради Твоей славы просим Аминь. Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слово Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Вашингтон 98604 Да благословит вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok